Наша страна сейчас переживает не самые легкие времена. Но во всем этом существует много положительных моментов. Во-первых, мы стали задумываться о том, насколько наша экономика эффективна. И те решения, которые принимаются и на федеральном уровне власти, и на региональном, и на уровне предприятий, учреждений, организаций, они направлены на то, чтобы сделать все более оптимальным. Сократить расходы на чиновников, сэкономить средства и все прочее. И, естественно, конечно, это позитивно скажется на нашей экономике. Но в целом, на самом деле, курс сохраняется. И тот курс, который взят на сохранение социальной гарантии в нашей стране, думаю, что он будет продолжен. И мы сегодня все сами ощущаем, что эта социальная поддержка, которая существовала, несмотря на то, что кризис у нас идет уже довольно-таки давно, она сохраняется на прежнем уровне, нет огромного роста цен на продукты, пенсии сохраняются. И я думаю, что эти времена мы переживем, и все будет хорошо. Но и самое главное, у России, наверное, у нас великий путь. В принципе, то, на что пошло, у кого с нашей стороны, оно это сделало правильно. Так как, наверное, наступил тот момент, когда Россия должна стать стопроцентной самостоятельной державой и уйти от влияния каких-то других стран, то есть занять то положение, которое наша страна должна занимать в мире. А это положение страны, которая регулирует баланс между Европой и Азией, между богатыми и бедными, и которая всегда стоит на страже интересов мира и социальной справедливости. И дай бог, что нашли силы в нашей стране, и кризис мы переживем, и будем только от этого сильнее.